По разговорам про видеоигры. Чё, а кто это рассказывает? А, это кто у нас? Уки Агари. Более слышно. Привет чуваку. Уки Агари. Нет, я не дослушал про трусы. Хотя я почти всё рассказал, потому что говорить-то было нечего. Но я этой тяну на полном серьёзе, между прочим, предлагал запустить бизнес по трусам. Она говорила, ты чё с ума сошёл, мои трусы стоят дорогие. Мои трусы очень дорогие. Я говорю, ты понимаешь, какие бы у тебя не были дорогие трусы, это значит, что ты их можешь продать втридорого. Но она не послушала ничего. Хотя я очень долго убеждал, что в этом нет ничего сзорного, она бы ещё заработала. Иногда она любила говорить, что ей не хватает денег на что-нибудь. Продай трусы, что такое. Я бы вообще... Был бы я тяну, я бы только и делал бы, что продавал трусы. Это было бы страшно и тяну, и тебя бы не покупали бы трусы. Ну я бы ради этого воспользовался бы советами, как её там... Я забыл, как её зовут. И сделал бы из себя красивую тяну. Джину Марблс? Да. Ты и так, Няша. Ну так это я сейчас просто. Просто мужикантом можно быть живыми тюленями. На куча стила пришлась точка 73, чем занимается Лера. Но это Мэллстоун. Мы же, видишь, выполняем всякие Мэллстоуны. За то, что вы наполняете полосочку зелёненьким. И надеемся, что вы её заполните зелёненьким до конца. Тогда в самые ближайшие дни мы переедем из этой кошмарной хаты. И следующая... Следующий стрим-марафон будет уже на новой, мы надеемся, нормальной квартире. Да, как сделать, чтобы вам было видно, но... Блин. Без всякой... Ну вы поняли, короче. Потому что, как оказалось, всё-таки мой мир был разрушен. И нормальную квартиру в Москве без помощи камин. Там агентов не снять. Ну, если только не снимаешь в химках, короче. Не, ну если бы нам устраивала какого-то Новогиреева, то Новогиреева мы нашли бы. Хорошую. Не к тянула бы копия Никси. Никси, вообще. А кто это? Это феминистка такая. А? Феминистка такая. Феминистка такая? Да, которая делает видосики на Ютубе. Да я бы специально, я бы вообще был бы за все течения, ещё бы сиськи показывал без памяти. Блин, у меня в глазах двоится. Топ, его написали бы у них на Латмане. Это кто говорит? Это Рамикс. А, он, по-моему, просил разноцветно. Нормальная хата, как она стриматрица, ведущая в улице детских кликов. Ну да, да. Нормальная хата та, в которой не течёт, нет тараканов, и нормально работающие розетки, и электричество не вышибает. Если ты включаешь одновременно плиту и стирал. Это критерий нормальной хаты. Высокий уровень сложности для меня минус в игре или плюс? Ну блин, это очень сложно, понимаешь? Я не знаю. Мне нравится преодолевать сложные игры, но... Есть, например, дебильно сложные игры... Я даже не знаю, что... Боши? Нет, Боши, наверное, не дебильные. Боши у нас задрогнут сложно. Ну вот, например, Sword of Sodan. Это дебильно сложная игра. Сложная она тем, что там... Ну вы помните, как я проходил, вы понимаете, о чём я сейчас говорю. А для тех, кто не понимает, я объясню. Там игра, она просто... У тебя очень мало жизни, и тебя каждый раз откидывают к началу. И там боссы, например, делают совершенно какие-то непонятные вещи. То есть я у вас босса только думал, там, час как убивать. Потому что он ни хера не делал, просто уходил за стену, а потом типа как возрождался. Или типа того. Вот это называется дебильно сложная игра. То есть когда разработчики вместо какой-нибудь нормальной сложности, допустим, там... Перепрыгни вот таким-то способом 10 платформ. Это вот нормальная сложность там. Они тебя заставляют начинать в игре делать какие-то очень странные вещи. И поэтому... Ну, блин, это просто... Просто странно. Вот это вот дебиль. Если эта игра нормально сложная... Ну, например, последняя Shantai, она нормально сложная на последнем уровне. То есть там прям горишь такой. Ну, то есть ты типа как бы... Ты видишь, что она сложная, и тебе хочется её пройти. Вот это нормальная сложность. А если ты видишь, что она сложная, и такой... Кажется, это задолбало! Задолбало! И дропаешь к чёртову игру там. Ну, нет, Тернок, в своей игре дебильно сложно. У неё просто много проблем. Таракан для стримера, это круто. В голодные времена помогает выжить. Нет. У тебя в голодные... Стыдно не знать, как у голодных. В голодные времена помогает выжить и еда из-под клавиатуры. Спокойной ночи, Икс сделал Зелинкс. Ну, я думаю, мы тебя всё равно увидим завтра, например. Да! Во-во-во! Как чудо-рочу! Точно, да. Правильно написал. Я прям слышу с вами в рассказе как-то нотки Мэдисона. Блин, походу мы с ним переобщались. Наверное. В Твиттере обратный привет передали, очень приятно. Блин, на самом деле, чуваки, сложно. Нет, с ужасом, думаю, 700. На самом деле, думаю, что когда будет 700, мы тут сядем всей толпой в него в воде. У меня уже глаза немного это, потому что в какой-то момент я уже сейчас в таком состоянии, что я вижу... Я вижу, короче, что каждая цифра и полосочка, они состоят не просто из чёрного цвета, а из зелёного, красного и там ещё какого-то. Вы понимаете? У меня просто такое 3D сейчас перед глазами. Приятных слов чашка чая. Блин, вот и где. А, 128. А где 129? Мэдисон заразный чатик поздражал из Твиттера. Мэдисон хороший, на самом деле. Он очень много сделал для плеча, я считаю. О, я вижу. В отличие от... Ну, я не знаю даже, как бы это сказать. Ну, то есть он много сделал для развития плеча. Я абсолютно сейчас серьёзно это говорю, без всяких даже шуток, хуток и прочего. Просто обычно стримеры, они развивают себя там, ну, и там пару друзей каких-то. Есть шанс, что на сцене появится игра Лугермен? Есть. Проходил Супер Метроид, конечно. Я очень люблю серию Метроид. К сожалению, я дропнул Метроид Прайм, потому что мне подгорело. После 25 часов дошёл почти до конца. Мне сказали, нет, чувак, ты должен ещё собрать там 12 каких-то статуй, которые спрятаны по всему миру. Я сказал, что? И ушёл, потому что я настолько задолбался за эти 25 часов махать молдом, чтобы стрелять там. И я решил, что я дождусь Метроид Прайм Трио GHD ремейк на NX. Очень надеюсь, что это случится и пройду. Походу, есть ещё невидимые линии. Возможно. И пройду это, в общем, сейчас нормальным геймпадом. И я их зафакапила, походу. Короче, тут когда пустой... Когда пустой этот... Как называется? А, когда пустая точечка, это значит, что... Ну, ты понял. Я всегда говорю двесня. Дурацкое слово, но я его ненавижу, но говорю. Где-то, где-то что-то пустая точечка была, вот. А, точно, точно. Зафакапила. Ну, зато теперь ты знаешь. Что, типа, нужно... Ну, знаешь, не пустая линия, которая прозрачная, скажем так. И вот ещё одна. И... Так... Так... Так это давно, когда мы от его захочете ещё. Это было относительно недавно. А, ну да. Мы только больше поиграем. Раньше я говорил срань вместо тресня. Но тресня более удобное слово. Ой, папка, короче, пришёл. Так... На 3DS это нормально сложно. Я не играл только в Rhythm Heaven на 3DS, но я могу сказать, что все ритм-игры это совершенно отдельный уровень сложности. Вот, ну... Блин. Я думаю, вы понимаете почему. А, вот, я нашла 129. А, она тоже прозрачная. 129. Странно, что в сексе я с Анфисой Чеховой кунтрахала в бусане Анфису Чеховой. А, 38... 39... 139 надо найти. А, нашла. Может, она будет просто чуть-чуть подальше. Вот, на гуке она нагревается. Во-во-во-во, вот так. Так, 139. Вот. 138, вот. Но она прозрачная. 139. Я очень часто стал повторять на самом деле. Что-то заинтересовался видосом подо мной трахать. Мы даже не знаем. Я даже не знаю, чуваки, как лучше камеру. Я вот сейчас посмотрю и... Так норм он. Ну, не совсем. А, ты эту, я думала эту. Много захватывает. 146 уже, чуваки. Из 422. А, я понял, почему я её погибнул. Потому что она же мне сбоку. 147, значит, до 148 пустая. 149. Может, чуваки, вот так вот камеру надевал лучше, чтобы... Как бы, здесь больше было места. Ну, хотя, вот, не видно вот эта вот сторона дивана. Получается. Но зато виден божественный угол с розеткой. Там может, то есть, сидеть на ступчике. Голкисты. Нет. Хотя, можно, на самом деле, просто банально надвинуть диван. Слышь. А где 156? Слышь, Тазиан. Ча? Давай диванчик немножко подвинем. Куда-туда? Вот туда. Я не могу найти 156. Как думать, тут это было. Как думать, тут это было. Сейчас, подожди, я у нас тут. КБС подвигали диван. Сейчас, подружу. Там всё отобьем. Ну, там всё отобьем. Ну, ну, очень аккуратно. Надо двигать, конечно, самый низ. Осторожней. Не вижу 155. 159 вижу. 106. Нет, никто. 108. А, стоп. Нашла 158. 156. А, всё, нашла. Вот так вот. Вот теперь сдвигай с той стороны. Попробуй. 160. 160. Всё, я нашла. Не поднимай. Во-во-во. Не выгорел. Давай ещё ищем. Во. Во. Давай ещё, наверное, немножко. Во, всё, классно. Теперь надо к стеночке. Вот что такое. Стоит вам. Стоит вам. Во. Во, всё. Во, теперь весь диван видим. Отлично. Поставь музыку, вот они очень без сфона. Где это кор? Да щас, подожди. Давайте без музыки пока. Там просто во Фринстонах такая бесячая музыка. Давайте лучше о чём-нибудь поговорим. Вы пишите в чате, я могу на вопросы, например, отвечать. Нюк мне их зачитает. Где 175? Они там всем чатом гуглят видос как Мэдисон Трохоу Топут. Ты бись. 174. Блин, я вижу 176, но не вижу 174. А, всё. 176, а-а-а-а. 1, 2, 3, 4, а-а-а-а, всё. Пропер Гиф думал, что это покемоны, а теперь понял, что это ёж. Вот зачем спалил всем, а? Может кто-то не догадался. Это была специальная проверка для Нинтендо. У нас стримера потеет у дивана с моей бесплатной без СМС. Татьяна думал, что придёт поиграть к стримерам в видеоигры, но не тут-то было. Хехехехе. Хехехе. 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 Как мне Йошайланд? Я люблю старую Йошайланд. Не понимаю Йошайланд DS, а Йошайланд на 3DS я вообще люто ненавижу. Можете рассказать, как будто мы познакомились? В интернете на стримах! Ну, я могу запилить историю. Короче. Пилий. Я начинала стримить, мы с Нюкой познакомились на...